команда чехии не удивляйтесь но это тоже ожидалось и об этом говорили ну и мы еще так сказать и пару раз уроним по этому поводу а пока что прежним не удивляйтесь ворота защищает 16 яру мир влажек и 3 павел марыш приличная бригада собралась штрафной площади вот опасный момент и долевой момент первый в этой встрече возникает у воровка на капитан не растерялся сборной германии и выбрасывать мяч за боковую потому что ему попало по ноге теперь мы видим его вот он страдает держать за ногу и мы смотрим на весную передачу борьба за мяч там была опасная игра я в этом не сомневаюсь ни секунды тыс и пошел на добивание но перед этим как раз игрок вытянул ногу и опасно играл но молодец мне очень нравится может что-то еще там где-то не было делано до конца но все равно есть и недостатки это естественнее у такого мероприятия всегда но в целом это хороший футбольный праздник ничего уж там говорить итак на весная передача и вот тот самый балок готов был добавить меня сейчас здесь направо с правой стороны продолжается на вес это на вес карты пока что 0-0 и правым флагом немцы атакуют навешивают положить хорошо читает эту комбинацию перехватывает минут и тот кто на трибуне наблюдают и кинстиктирует мной назван и еще раз штрафной оригинальный розыгрыш он сейчас там штрафной площади нука смотрим это удар по воротам ну хорошее в принципе расстояние было чтобы стенку обыграть но подсел под мяч игрок команды чехии и мяч полетел выше ворот это карел брюкнер наставник навесная передача балок сбрасывает мяч очень технично а судья на линии показывает что вот тот игрок которому он отдал мяч головой и вот этот самый балок который у вас на экране сейчас и у нас в том числе на мониторе он и оказался в офсайде они и пас под удар палоку тот бьет рикошет под удар выскакивает влажек сокращая угол обстрела но мяч подпадает в ногу летит у плашила и будет удар поворотом внимание удар и гол вот так ошибка плашила которого я похвалил и который играет хорошо пас на этот раз заканчивается мощным ударом правый верхний угол и влажек не успевает среагировать вот такие вот дела сейчас будем смотреть повтор этого эпизода вот посмотрите пошел в обводку плашил что ничего не надо было делать ни в коем случае у штрафной площади это наука всем то игра требовалась обез в этой ситуации а уж далее швайнштайгер навешивает штрафную там благо торопливый стараются сыграть точно не всегда получается но вот такого рода удары удаются команде германии 2 в исполнении шнайдера комбинирует и старается уже обстрелить ворота с дальних позиций а это нарушение правил против плашила но иногда и дальше швайнштайгер сейчас занял место левого защитника видите как хавбек зону этого края правого закрыл очень грамотно все но нарушает премию в виде навеса а тут удар поворотом играл все ждали навеса а тут последовал удар поворотом в угол который не очень хорошо стенкой защищал кан и все счет стал 1-1 вот такие вот дела неожиданно неожиданным все таки получился гол когда был счет открыт даже плашил не занимайся обводкой вот спокойненько сыграй в бас и проблем бы не было балок забил два человека поставил кан всего-навсего или даже три а что эти три могли сделать когда человек умеет исполнять так прекрасно но вот отдай направо быстро а иначе вот такой вот момент возникнет придется не сладко но хорошо что кураньи нарушил к тому же еще правила и упал боль в центральный защитник а вот он то собственно говоря и сплоховал вот так же между прочим сплоховал в принципе и плашил когда гол был забит вот в этой ситуации далеко далеко не лучшим образом действовал и защитник вот если бы не успел развернули судья был рядом не обратил внимание или не заметил или не видел или оценил так как он считал нужным этот эпизод и несмотря на призывы команды германии назначить штрафной не назначил там у штрафной площади навес однако теперь уже в направлении кураньи тот с разбега выпрыгивает динамично и красиво опережает защитника бьет головой на высшую там разыгрывают комбинат через правый край футболисты германии навесная подача ловко играет блажек его перед их хитрить хотел кураньи на опережение не получилось потому что тот чуть-чуть руки вытянул мяч поймал его тут же убрал чтобы тот не выбил ну вот оно вот направление кураньи пас классный навес ну-ка заряжай куда вот когда там игрок не увидел периферическое зрение не сработало справа от игрока сборной германии был футболист команды чехии вот смотрите великолепный да пас и посмотрите раз под себя а тут как тут 22 номер розыгнал защитник и свисток арбитра впереди голландцы и оба гола забил вам не стал ровным замены состоялись в обеих командах сразу самого начала точек хупшман атакует сборная пас локвин тут дотянулся до мяча и как первой половине вспомните и повторы были наиболее интересных моментов первого тайма вы видели как на самый первых минутах могли забить чехи и вот сейчас чуть в сторону сумел бы среагировать к будем только гадать но и в этой ситуации он молодец не растерялся но атака классная передача вот идет борьба за мячную но дано вот не мяч не долетел он там вступил в борьбу атака продолжается наверное еще раз надо набрасывать штрафную перелет и как раз через троих самых ростных игроков команды германии которые находили штрафную теку ранее и балака и новотны атака продолжается в исланд здесь шнайдер незамысловатая вот удар ближний угол голлажек росли почти под штангу игрок отбивает мяч на угловой угловой с правой стороны будет подавать к германии вот этот момент даже посмотрел где находится вратарь но меня вы знаете как у вас не могу вам точно сказать но у меня впечатление такое что все таки шнайдер пытался обводящим ударом левой загнать туда мяч в дальний угол просто у него этот удар не получился блажек играет на выходе удар чехи могут поймать и на контратаке и вот навес удар поворотом но в руки балок хорошо открылся на 11-метровой атлетке примерно и классный пас был все как по нот навес удар не получился это удары по не очень подготовленному мячу как и даже можно сыграть и в пас нет а так развивается атака по левому флангу передача палок удар с дальней дистанции красный удар какой по силе а низом как оттянул здорово подъем навалив голень на палок и вот посмотрите удар пришелся в дальний угол ворот блажек наверное слегка дотронуться до мяча но не очень четко поэтому углового нет удар от ворот 1-1 шестьдесят четвертая минута этого матча ему мяч а этот швайнштайгер навесная подача мог на перехват выйти и как раз и блажек ураньев броске летел туда чтобы бить мяч в сетку не дотянулся чем-то недоволен смотрим чем вот он прыгает пытаясь головой сыграть он начал там предъявлять претензии что может быть его задел игрок команды чехии когда он мимо удар поворотом удар штанга еще удар блажек успевает встать и парирует этот удар закон вратаря не успел упасть уже должен стоять и вот этот эпизод четко отработал блажек и вот смотрите добавляет шнайдер но у него удар не получился сжеванный какой-то и поэтому он дал шанс блажеку сыграть мяч а этот на выходах здесь на перехватах с его ростом как рыба в воде бросает мяч на правый фланг тут же передача на противоположный здесь хайнс который забил штайгер бить не надо передача в стенку удар поворотом двое ложатся под удар и мяч отлетает от кого-то пасует правильно совершенно назад и вот дальше навес и игра напил ой-ой-ой какой момент у футболистов немецкой команды только попади с близкого расстояния метров шести посмотрите да метров шесть-семь всего-навсего в свободном полете но неудачно подставил голову шнайдер воротом защитник вручает свою команду еще удар вратарь спасает и 20 номер подольский вышедший на замену имел шанс ну что сделаешь если вратарь красавица вот он подольский вид сзади и барошь в атаке и сейчас может забить 2-1 все будьте любезны вот он барошь барошь есть барошь а я говорил помните что при контратакующих и делах чехи могут наказать атакуя постоянно нельзя забывать об обороне никак новотный не оставался в центре но тем не менее свеженький барошь получив пас поймал его на противоходе поставил корпус вышел один на один хан смотрите выручил команду ногу успел подставить но неудачно для него мяч отлетел опять в направлении бароша и тот добавил его опять хайнс приготовился я говорил что левше легко играть вот с правой стороны а можно и с этой стороны обвести стенку но на этот раз хайнс пробил сильно но и высоко кан так как все пришли в оборот такой небольшой эмоциональный всплес и вот навесная передача удар батюшки мои третий момент а судья фиксирует вне игры у кураньи но но из сатурна он тоже в составе чешской команды на чемпионате Европы игра рукой штрафной подбежал к линии штрафной площади команда Германии быстренько развернулся и удалился на свое место а Больф остался там навес был не в Германии навалом вперед туда навес опять играть не точно подхватывает мяч игрок команды Германии передача налево ну давай навес очередной навес мяч попадает в руку судья на этот раз фиксирует игру рукой и все защитники как следует сыграть навесная передача удар поворотом прямо в руки Блажика и Блажик сильно выбивает мяч болельщикам команды Германии свисток хауге матч окончен чехии одержали третью победу в группе нанеся поражение команде Германии томас у у